Добрый вечер! Вы смотрите нашу программу. Сегодняшнюю героиню можно смело назвать «доброй феей красоты и уюта для самых маленьких и самых любимых». Ее умелые руки, создавшие уже немало текстильных прелестей для малышей, знакомы многим. Наша сегодняшняя героиня – основатель мастерской «Сладких снов» Анна Гаврилова. Я создаю детские прелести. Я создаю комфорт для детей, уют, красоту. Об открытии своей мастерской Анна мечтала давно. И сегодня, приходя в это уютное помещение, она не перестает радоваться тому, что ее мечта воплотилась в жизнь. И что теперь в этой мастерской она может творить с еще большим воодушевлением. Я прихожу и смотрю на эти стены, мне все там безумно нравится, потому что все делала я, все придумывала я, все так, как я хочу, как я люблю. Мастерская «Сладких снов» – это бренд, который сегодня знаком многим. Клиенты мастерской – это, как правило, родители, которые для своего малыша, кроме современной кроватки, коляски и различных игрушек, хотят красоту в текстильном исполнении. И первое, что они выбирают – это мягкие бортики в кроватку. Бортики служат не только оформлением кровати, но и отвлекающим таким моментом, когда мамочка может заниматься своими делами на кухне или еще там мыть полы, все что угодно. А ребенок в этот момент рассматривает красивые картинки, еще что-то и отвлекается. По словам Анны, определение форм и расцветок для будущих бортиков, да и для любого изделия из текстиля – это один из самых сложных этапов шитья, так как в этот творческий процесс вовлечен сам заказчик, которому порой очень трудно из всего многообразия тканей выбрать что-то одно. Безусловно, Анна всегда придет на помощь, профессионально скомпонует ткань и кроме классических вариантов бортиков предложит подружки оригинальных форм. Слоники, мороженое, совы, домики, облачка, звездочки. Всегда в кроватку кладут игрушки детям, а тут бортики – это игрушка. То есть ребенок смотрит, и ему интересно. Бортики в кроватку, коконы для малышей, постельные комплекты, матрасики в коляску, конверты на выписку – это и многое другое создается с любовью и нежностью к детям в мастерской сладких снов. А еще в последнее время большой популярностью пользуется вот такая текстильная игрушка, именуемая «Зайка-комфортер». В древние времена мамы прикладывали пеленочку или тряпочку всегда, когда кормили своего ребеночка к груди, и тряпочка наполнялась запахом, маминым запахом. Когда маме надо было куда-то отойти, она в кроватку клала ребенку эту тряпочку. Вот «Зайка-комфортер» он и служит как раз той древней тряпочкой. Сейчас это игрушечка. Мама прикладывает комфортера к груди, он наполняется ее запахом, и в то время, когда маме надо куда-то отойти, она оставляет «Зайку» с ребеночком, и он чувствует мамин запах, ему уютно, ему спокойно без мамы. Отдельного внимания заслуживает вот такое текстильное сооружение – вигвам. Вигвам – это вообще отдельный мир ребенка. Это его дом в его доме. То есть это уютное место, куда он кладет свои самые дорогие игрушки, где он закрывается, прячется, придумывает какие-то игры, не знаю, читает, все что угодно. С заботой о мамах Анна сегодня шьет теплые, в то же время стильные рукавички или муфты на коляску, способные греть руки в самые лютые морозы. Каждой паре таких рукавичек можно шить теплый конверт для малыша под индивидуальные размеры вашей коляски. Каждое изделие, созданное в мастерской сладких снов, получается не только индивидуально красивым, но и экологически безопасным для малышей. В первую очередь меня волнует качество ткани. Соответственно, я выбираю только натуральные ткани, только качественные ткани, только проверенных поставщиков, производителей. Раньше я работала в большинстве своем с польским хлопком, сейчас я расширяю ассортимент, я начинаю покупать американский хлопок. Прежде чем я начинаю работать, я сначала представляю себе все, как получится. Дальше начинается прям очень сильный творческий процесс, я подбираю ткани, если, например, это совы или домики. Это все уже прям в момент производства, так скажем. Я подбираю всю цветовую гамму, каким будут глаза, каким будет нос, каким будет сердечко там на пузике, ушки, все что угодно. Варианты готовых изделий, образцы тканей, а также многочисленные отзывы о мастерской сладких снов размещены в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Удобно смотреть, удобно выбирать и удобно представлять что-то конкретное для себя. Ну и, конечно, можно посетить саму мастерскую сладких снов, пообщаться с Анной лично и выбрать что-то, что есть в наличии. Мне очень приятно, что я приношу красоту прям с самого рождения в глазах детей. То есть они только родились и вокруг себя видят что-то очень красивое, очень милое, уютное. И это сделано моими руками, мне это, безусловно, очень приятно, мне это очень нравится. Нет ничего приятнее получать фотографии с хвалебными отзывами, видеть детишек в моих изделиях. Вот ради этого и стоит работать. На сегодня это все. Возникли вопросы или предложения, пишите наше-тв-собакамейл.ру или лично мне на странице ВКонтакте. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok